Как PRI, R2, 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 OX, те, кто работает в телекоме, наверное, уже начали забивать, потому что IP-телефонии потихонечку наступает. Занимался разработкой различных приложений для интеграции баз данных и приложений бизнес-телефонии и с SMS-ками. Ну, к примеру, если у вас есть какая-то пластиковая карта, я с большой уверенностью могу сказать, что компонент, который мы разработали, используется для доставки SMS-сообщений о транзакциях. Собственно говоря, когда-то я участвовал в создании этих протоколов. Ну и на заре участвовал также в разработке всем известного формата XML, который сейчас вроде бы как де-факто, а когда-то я участвовал в составе разработчиков самого стандарта. Я немного расскажу в данном семинаре о возможностях Callflow-дизайнера, что это за приложение, для чего это нужно, как с этим работать. И некоторые примеры продемонстрирую живьем и расскажу о значимых проектах, решениях, которые были сделаны мною для некоторых заказчиков. Давайте мне тогда какой-нибудь знак, если можно, начинать и, собственно говоря, я открою экран. Да, вебинар будет состоять из пяти частей. План вебинара видите на этом слайде. Мы начнем с обзора инструмента Callflow-дизайнер, затем Михаил расскажет о возможностях инструмента и, конечно, о сценариях применения. Я думаю, что многие из вас уже, возможно, пользовались Callflow-дизайнером, но я думаю, вас удивят, какие сценарии могут быть реализованы на практике. И также вы сможете использовать ваши NFR-лицензии в Enterprise-редакции для того, чтобы в возможности CFD сегодня и создать какое-то простое приложение, запустить его в VTS 3CEX. Конечно, цель вебинара – это расширить ваши знания о возможностях 3CEX и в итоге закрыть больше сделок по 3CEX. И здесь позвольте представить еще одного важного участника сегодняшнего вебинара. Это старший продакт-менеджер компании Appymatica, единственного дистрибьютора 3CEX в России и СНГ Илья Иванов. Илья любезно сегодня решил согласиться и рассказать больше о лицензиях 3CEX. Какие из них подходят, Илья, для использования Callflow-дизайна? Коллеги, всем добрый день. Действительно, мы занимаемся коммерческой поддержкой и продажей 3CEX в России. Так что можете к нам обращаться, если вдруг вы еще не являетесь партнером 3CEX. Вот ссылку кинул в чат. Конечно, отдельный привет тем, кто смотрит нас на YouTube. В описании ролика тоже обязательно ссылку на регистрацию в 3CEX. Закинем. Действительно, в наших коммерческих вебинарах мы много рассказываем, какой 3CEX классный инструмент для зарабатывания денег для партнеров. Какие есть возможности. Ну, во-первых, 3CEX лицензии годовые, что наши партнеры любят. И это классно в том плане, что можно ежегодно получать предсказуемый заработок, предсказуемый кэшфлоу. Ну и, конечно, мы всегда призываем не считать свой заработок, свою маржу только на сумме продажи лицензии, потому что всегда есть возможность заказывать техническую поддержку заказчикам, продавать свои компетенции, услуги, ну и в том числе сценарии интеграции, разработанные с помощью инструмента CFD, Callflow Designer. У нас, естественно, есть партнеры, которые разбираются в этом лучше, кто-то похуже. Это нормальная ситуация, когда партнеры кооперируются, вместе проводят какие-то интеграции, вместе работают с заказчиками. И, естественно, мы благодарны Михаилу, что он сегодня проводит такой мастер-класс. Вы, конечно, тоже можете к нему обращаться со своими вопросами и вместе решать все задачи клиентов. Ну, по сути, возможности CFD, наверное, не ограничены. Можно сделать все, на что хватает фантазии в плане интеграции и обработки звонков. Ну и вот вопрос, который подняла Елена. На данный момент CFD есть, ну, по сути, во всех коммерческих лицензиях, то есть и в редакции Professional, и в редакции Enterprise от 3CX. Так что любой ваш заказчик любого размера бизнеса от 4 одновременных вызовов до 1024 может пользоваться этим инструментом, и вы можете, ну, и должны в каком-то смысле ему в этом помочь, чтобы работа у клиента строилась максимально эффективно. Наверное, не буду долго трепаться. Сегодня мы не ради этого собрались. Михаил, передаю слово вам. Сейчас, я думаю, будет интересный мастер-класс, полезный для всех участников. Спасибо большое, Илья. Да, Михаил, вам слово. Большое спасибо. И сегодня речь будет о простых или сложных решениях на Call of the Designer. Скажите, пожалуйста. Я вкратце расскажу о возможностях, потом сделаю небольшой пример, покажу и продемонстрирую с разрешением моих клиентов несколько сложных случаев, которые позволяют оценить мощь и возможности этого инструмента для интеграции с разными сервисами, базами, программами и, в принципе, любыми случаями, которые могут потребоваться в жизни. Я попробую сейчас расшарить мой экран. Обзор. Call of the Designer – это бесплатное приложение, которое может быть скачено при наличии регистрации в 3CX, установлено на компьютер с достаточно новой операционной системой Windows и позволяет в интерактивном режиме без больших навыков программирования строить голосовые приложения. Они могут быть двух типов. Основное и часто наиболее используемое – это интерактивная обработка входящих и исходящих вызовов. Входящие вызовы обрабатываются с помощью 3CX базовых компонентов, таких как очереди и группы обзвона или просто роутинг на каких-то абонентов, а с помощью приложения можно обрабатывать расширенным способом. Например, простейший сценарий, который я недавно использовал – это создание у одного из заказчиков в несколько регионов, разные часовые пояса и, соответственно, разные сценарии работы для клиентов, которые работают в этих офисах. 3CX позволяет базово использовать один единственный дневной и ночной режим. С помощью Call of the Designer можно использовать в зависимости от региона звонящего, в зависимости от региона, где находятся люди, которые в состоянии принять звонки, более интерактивно по времени распределять вызовы. Соответственно, те люди, которые попадают в удобную им временную зону, обслуживаются в ближайшем офисе. Кроме этого, есть возможность совершать автоматизированные исходящие звонки для прозвона клиентов по информации из какой-то базы данных или из Excel или из текстового файла и либо соединять с какой-то группой поддержки или рекламной группой сотрудников, либо автоматически воспроизводить сообщения, ну, например, о каких-то важных событиях, о том, что нулевой баланс или что-то еще подобное. При этом данные можно получать различными способами, стандартными протоколами HTTP, можно обмениваться JSON и XML файлами и напрямую делать запросы к базам данных, к которым есть коннекторы. Наиболее употребимые это MS SQL, MySQL и Oracle, насколько я изучал, доступны для этого. И на лету можно использовать сервисы третьих производителей, которые предлагают синтез распознавания речи. Сейчас поддерживаются два инструмента – это Amazon Poly и Google Cloud. Соответственно, я в рамках нашей презентации покажу вам небольшое приложение, которое позволит оценить, как это можно использовать. Все сводится к тому, что создание приложения – это перетаскивание компонент методом drag-and-drop из меню. Есть ряд готовых, позволяющие оперировать звонками, прохождением звонков и, собственно говоря, разными базовыми функциями, такими как использование переменных, констант, обращение к базе данных и внутренние функции 3CX. Например, можно получить количество сотрудников свободных в очереди, количество очередей, занятость сотрудников и прочую информацию, которая позволит не направлять вызовы по неверному сценарию. А также можно написать собственные компоненты, с помощью которых это типа функций, которым можно передавать параметры и получать реакцию на события, которые используются могут быть неоднократно. Я расскажу чуть-чуть попозже о собственных компонентах. Основные компоненты. Меню – это типовое авиар с выбором каких-то действий по одной кнопке и возможностью воспроизведения входящего сообщения и в зависимости от нажатия кнопок передачи управления куда-то дальше. Компонента User Input позволяет принимать данных более чем одной кнопкой. Соответственно, это может быть ввод пин-кода, ввод пароля, каких-то данных, например, кредитной карте и прочих данных, связанных с цифрами. Голосовой Input позволяет распознавать фразы, речь. Компонента, которая называется Authentication, она позволяет сразу получить для каких-то сервисов пин-код и ID. Это, например, для авторизации где-то в какой-то сервисе. Компонента кредитная карта, она вот иконкой тут изображена, как карточка. Это прям готовая компонента, которая проверяет валидность введенных карт, номера, даты окончания действия и CSV. Компонента Survey – это запрос. Опрос. Фактически по итогам какого-то обращения можно попросить пользователя проголосовать за качество обслуживания или, допустим, за скорость, за оперативность и в зависимости от результатов заполнить эти данные о конкретном операторе или о конкретном сервисе в какую-то внешнюю базу данных. Компонента воспроизведения файлов воспроизводит звуковой файл и позволяет также, как и User Input, после воспроизведения файла записать DTMF команды в переменную и потом впоследствии их обработать. Компонента Record e-mail позволяет записать звук и используется для создания сервисов типа голосовой почты, но более расширенных, например, можно какие-то регистрации делать, покупку билетов и прочие вещи, которые потом отложенным способом обрабатываются. Трансфер – это обычный перевод звонка, причем перевод может быть как на внутреннего абонента, так и на группу, на CallFlow приложение, на внешнего абонента, в общем, куда угодно. При передаче звонка в другое приложение можно сколлекционировать какие-то данные, переменные, результаты обработки, нажатие клавиш DTMF в другое приложение и в другом приложении можно получить эти же данные. В одном из проектов я это использовал, чтобы передавать данные между приложением, который обрабатывает входящие вызовы и автоматизированным исходящим звонком. Disconnect call – это сброс вызова. Make call – это сделать вызов между двумя сторонами, то есть указывается инициатор, от кого будет звонок, кому, и создается вызов. Тоже используется вместо трансфера для того, чтобы организовывать, например, конференции или связывать приложения и сотрудников друг с другом. Управление звонком. Когда звонок уже получен, он попадает в call flow. Это, собственно говоря, область, где обрабатываются все вызовы. И там возможны базовые управления данными самого приложения. Назначить переменную, увеличить значение переменной на какой-то декремент, уменьшить, создать условия. То есть, если, допустим, человек в меню выбрал пункт 1 и, допустим, ночное время, то выполнить переадресацию на одного сотрудника, а в дневное время на другого сотрудника. То же самое Data и Time Condition, это как раз я рассказал пару минут назад, используется для географически распределенных систем с разными часовыми поясами. Параллельное выполнение. Эта компонента очень интересная. Если запрос к базе данных или внешнему сервису занимает длительное время, то, например, можно в это время воспроизвести музыку или сообщение о том, что ваш запрос обрабатывается, или подложить какие-то условия для выхода. Например, попросить переключиться на сотрудника. Loop – это стандартный во всех языках программирования повторение блок-кода. То есть, допустим, пользователю дается три попытки на отверного пин-кода, и если не выполнено, то вызов идет дальше. Logger – это, я тоже покажу чуть позже, компонента, записывающая важную информацию для разбора полетов или для отладки звонков. Ну, X-Site – это выход из приложения. Дополнительные компоненты, которые могут использоваться, не обязательно нужны, но частенько приходится к ним пользоваться. Шифрование данных – это если данные нужно получать и хранить в защищенном виде между частью компонентов. X-Lockup – это получение данных, например, организации, телефонных номеров по запросу из CRM-систем. database access – это, я как говорил, запросы к базам данных. Соответственно, можно прямо в интерактивном диалклане использовать не только API Postget запросы, но и напрямую лазить в таблицы. Отправка электронной почты. Компонента, выполняющая запуск C-Sharp-кода, позволяет подключить класс, который будет выполнен из текстового файла. Такая же компонента есть, которая позволяет запустить произвольный код из поли ввода, то есть можно простейшие какие-то или сложные функции из сторонних библиотек использовать прямо в приложении. Чтение и запись файла – это если нужно написать отчеты о работе приложения и отладку не только в стандартный файл 3CX, но и на какой-то, допустим, внешний диск или еще куда-то. Можно делать RAV-Telnet запросы в порт, то есть использовать Telnet протокол для обмена данными с помощью сокетов. Ну и, естественно, базовые компоненты HTTP, которые позволяют обращаться по API. После того, как HTTP-ответ получен, можно при наличии статуса 200 распарсить результат этого ответа, соответственно, получить JSON или XML, и на лету преобразовать во встроенные переменные самого делплана, самого приложения. А также можно использовать парсинг CSV-файлов, ну, например, для автоматического обзвона, и распознавание речи. Я чуть позже покажу, как это работает. Ну и базовые функции, которые предоставляет сама телефонная система, это получить номер, который был набран, установить глобальные переменные, которые могут использоваться несколькими приложениями, и получать статусы абонентов и очередей для того, чтобы динамически управлять звонками и очередями. Как это все работает, я тоже расскажу. И вот тут короткий маленький кусочек кода, когда мы можем повторно использовать код, определяя компоненты пользователями. То есть создается блок кода, который может быть вызван с теми или иными параметрами, и на выходе он будет выполнять повторяющиеся функции, соответственно, ну, например, проверку пин-кода или там воспроизведение сообщений в зависимости от условий. То есть это сильно позволяет сократить объем кода в базовой программе. При работе приложения и внешних сервисов могут быть, естественно, какие-то ошибки, например, недоступна база данных, недоступен интернет, какой-то компонент вернул нехарактерные, отличающиеся от нужных данных, соответственно, можно в этом случае корректно обрабатывать эти события и, например, воспроизвести сообщение или отсинтезировать сообщение о том, что вот возникла проблема такая-то, и либо позвонить позже, либо перенаправить вызов на сотрудника вместо приложения. При завершении приложения можно сколлекционировать большое количество данных и отправить результаты обработки на какой-то внешний сервис, влог или в SQL, для того, чтобы, ну, во-первых, записать последовательность действий, которые пользователям был нужной переменной, и это позволяет отлаживать, а, во-вторых, позволяет написать аудит. То есть клиент потом, допустим, после какого-то события звонит, говорит, я не набирал ничего, не звонил, таких действий не испроизводил. При наличии блок-файла и записи разговоров, собственно говоря, в таких ответственных вещах, как транзакции какие-то банковские, или обработка каких-то данных, можно поднять документально эти все данные и использовать там по назначению. Вкратце, как это все работает. Как сделать тестовое приложение или приложение, там, начальные уровни, для того, чтобы освоиться немножко в Callflow дизайнере. Зарегистрироваться на сайте 3CX, установить, запустить. Инстаграмм занимает буквально там 20-30 мегабайт, устанавливается очень быстро. Придумать, каким образом будет осуществляться обработка вызовов. Это самое главное. Обработка ошибок. И обработка логики завершения вызова. После этого приложение компилируется, загружается на 3CX через ее стандартный веб-интерфейс. И можно произвести отладку, проанализировать, так ли она работает, как задумано, что-то какие-то коррективы унести и запустить в эксплуатацию. Сейчас, я думаю, перейдем к небольшой демонстрации, и я покажу, каким образом это все делается живьем. И для чего все это нужно? Клиент получает бесплатно, имея коммерческую лечению, богатый спектр возможностей. Это, грубо говоря, интеграция телефонии с любым доступным источником информации и отправка сюда этой информации. Соответственно, ну вот те, которые в моей жизни использовались в сценарии, я сейчас перечислю. Интерактивный авиар. Обычно авиар записаны с помощью звуковых файлов, и там можно какие-то базовые функции выполнить, там, выбрать нужный отдел, поговорить с нужными сотрудниками и так далее. Можно сделать обращение к базе, позволяющее, например, если абонент, допустим, им пользуется услугой интернет, у него средства закончились, интернет у него выключился. С тем, чтобы сократить нагрузку на колл-центр, сотрудники, которые будут просто отвечать на то, что человеку на деньги пополнились, можно автоматически сходить в базу, получить данные, что денег на балансе нет, и воспроизвести информацию, как пополнить баланс, и тем самым снизить нагрузку и количество сотрудников, требующихся добробойки таких звонков. Можно сделать голосовые помощники, интерактивные, то есть достаточно часто сейчас используются голосовые боты, которые позволяют использовать сценарии, и в зависимости от того, как человек отвечает, распознавать речь, и использовать дополнительные возможности, собственно говоря, самого колл-центра. Естественно, возможна интеграция CRM, то есть, если клиент новый, то автоматически можно отправить вызов в группе, которая занимается новыми клиентами, если у клиента положительная какая-то история, то, соответственно, к его персональному менеджеру, и если, допустим, это VIP клиент звонит, то можно отправить на персонального менеджера, опять же. Я делал и покажу чуть дальше автоматический перевод звонков на несколько языков. Для колл-центра у меня есть клиент, крупная компания, предоставляет услуги кабельного телевидения из интернет. У них проблема в том, что люди разговаривают на разных языках, а сотрудников колл-центра мультиязычных достаточно сложно найти. Соответственно, я сделал сервис, который переводит с английского на испанский и обратно на лету, то есть клиент разговаривает на своем языке, а операторы колл-центра разговаривают на своем. Они прекрасно друг друга понимают, но при этом используется автоматический перевод по языкам. Такая вещь есть, насколько я знаю, и в Скайпе. Голосовая, наверное, больше нигде такое не используется. Есть возможность сделать интернет-магазин по телефону. В этом случае люди, слабослышащие или с плохим зрением или с отсутствием зрения, могут делать звонки, заказы без использования сайта. И также можно использовать возможность колл-бека, если перегружен колл-центр или недоступен, или как бы заявка, к которой обратился клиент, требует длительного времени выполнения в оффлайне, то когда задача будет соединяться с этим клиентом и довести до него информацию, можно сделать это автоматически. Ну и интеграция, как я говорил ранее, с любыми внешними системами возможна. Давайте я покажу сейчас, как это работает, и попытаемся сделать некий обзор самого колл-флоу-дизайнера. Я подготовил небольшое демонстрационное приложение, которое позволит оценить, каким образом пишутся приложения. Как я говорил ранее, есть ряд компонент, которые мы можем перетаскивать мышкой, и есть обработчик событий в этом приложении. Я сделал базовые такие вещи. Первый самый главный компонент в этом приложении – это запись звука. Соответственно, вот эта иконка «Рекорд» перетащена сюда мышкой, и запись записывается в файл. То есть здесь стоит указатель «Записать в файл» и «Куда». Соответственно, указывается, есть встроенные функции сложения строк. Я предложил, что папка TMP доступна под любой операционной системой, соответственно, используем ее. Указываем в качестве имени файла уникальный ID сессии. Это одна из встроенных переменных, которые предоставляет сама система 3CX. Ну и расширение WAV. После того, как файл записан, мы можем обработать ситуацию, записался ли файл или нет. Если файл записан, то мы можем использовать компоненту для воспроизведения этого файла. Если нет, то так как эта ситуация аварийная, то сбросить вызов. Что мы делаем с записанным файлом в данном примере? Мы пытаемся его распознавать. То есть по ветке, что звук записан, вызывается компонента, который берет этот файл из папки с помощью языка, который установлен в системе распознавания речи, пытается распознаться. И если распознавание проходит успешно, нам помогает компонента, которая называется condition. Соответственно, вот этот компонент. Мы при успешном распознавании можем присвоить какое-то переменное значение одно, а при неуспешном другое. И, соответственно, воспроизвести от этого в зависимости два разных события. Например, когда известно, кто воспроизвести его имя и продиктовать время. Ну, это я для примера сделал. А если неизвестно, то, собственно говоря, привет не знакомится. Вот, соответственно, различия в этих ветках я здесь показываю. Привет. В результате выполнения компонента распознавания времени текущее время, а так как время это специальный формат данных, то преобразуем его в строку и используем функцию сейчас. Соответственно, давайте я покажу, каким образом это работает. Так, вот у меня здесь есть программный телефон. Это программный телефон компании 3CX, который позволяет совершать вызовы из браузера. Перед этим я тоже сейчас покажу кусочек приложения. Загружается после компиляции здесь вот. То есть, можно указать путь к приложению, номер, который будет использован, ну и название этого приложения. Сейчас я сделаю звонок и при хорошем раскладе мы услышим обработку. Меня зовут Михаил Ласточкин. Ну, обработку на правильность имени я не делал, просто распознали, как есть. Теперь такой же звонок. Ну, собственно говоря, приблизительно так и было запланировано в нашем приложении тестовом. То есть, в одном случае мы знаем, кто позвонил, в другом случае не знаем, и, соответственно, вызов обработан одним разным ветком. Я могу тогда сейчас показать более сложные сценарии, которые я разрабатывал для моих клиентов с их разрешения и покажу, каким образом это вообще работает. Значит, вот тут приложение написано для оператора связи, как раз вот я говорил, снижающие нагрузку на колл-центр. Читается конфигурационный файл этого приложения, расположенный по определенному пути. И потом этот конфигурационный файл разбирается, его переменные по его строке по записям переменных, которые используются в приложении. То есть, сначала там мы проверяем, нужно ли использовать какие-то компоненты, проверяем, будет ли это приложение использоваться в рабочее время, в нерабочее время, и, соответственно, первые три параметра это какие строчки из базы данных вычитывать для того или другого сообщения. Потом делается запрос к базе данных, ну, соответственно, этот запрос содержит в себе ряд компонент, и мы получаем несколько переменных в ответе. В зависимости от их ответа формируется то или иное сообщение. Если ответ вообще не получен для этого клиента, то просто записывается лог, и звонок обрывается. А в других случаях мы воспроизводим, по большому счету, синтезируем, опять же, сообщение, что уважаемый такой-то, допустим, на вашей линии экскаватор порвал кабель, сроки восстановления приблизительно такие-то. Это вот такое простое приложение, оно достаточно маленькое, и как бы легко, понятно, как сделать его. Сейчас я покажу посложнее приложение. Да, Михаил, пока. Хотели бы ответить на несколько вопросов, которые уже есть. Давайте. Есть вопрос от Александра, можно ли подключить CallFlow, если система находится на хостинге 3CX? Да, вполне. Никаких трудностей с этим нет, есть нюансы. На хостинге 3CX нет возможности получить доступ к файловой системе напрямую, соответственно, все настройки приложения нужно хранить где-то на каком-то стороннем веб-сервисе. Я недавно делал такую инсталляцию на Google Docs, по-моему, или на каком-то другом хостинге, расположили JSON-файл с конфигурацией доступа к базе данных, с конфигурацией самого приложения, с описанием параметров, которые нужно использоваться. И первое, что делает приложение, это обращается к этому конфигурационному файлу, вычитывает все данные и потом себя конфигурирует. После этого можно работать как обычно. То есть, нет возможности локально обращаться к файлам, но можно к удаленным ресурсам обращаться за какими-то настройками, параметрами и так далее. Отличие только в этом. Естественно, если используется свой хост, то, конечно, мы можем, вот я сейчас покажу, у меня под Linux установлено 3CX, соответственно, мы можем проанализировать логи приложения, которые мы сейчас использовали, без использования интерфейса GUI, а напрямую работы с данными. Собственно говоря, мы можем использовать также и локально данные, какие-то заранее файлы туда положить. Ну, в общем, это больше возможностей. Внешний хостинг от 3CX немножко сокращает возможности, но никаких проблем облатиться к облачному хранилищу, опять же, за файлами не существует. Можно хоть на Amazon S3 обращаться, например, за звуковыми файлами. Следующий вопрос. Да, еще есть вопрос от Дмитрия. Возможно ли инициировать вызов какой-либо внешней системой, а после завершения разговора передать во внешнюю систему результат вызова? Внешней системой можно сделать. Для этого используется компонент, когда мы создаем новый проект, то есть мы создаем не CallFlow проект, а Dialer проект. Соответственно, выбираем место, где это будет. И в этом дайлере можно делать вызовы в цикле, обращаясь к базе данных. То есть, как это можно сделать? В таблицу записывать данные, кому позвонить, от кого позвонить, номер, который используется для исходящей связи, указать, если несколько транков есть. Соответственно, как только строчка в таблице найдена, делать вызов, ну или помечать ее обработанной или стирать из этой таблицы. И таким образом постоянное сканирование этой таблички, там 5 вызовов туда положили, она 5 вызовов сделает, 200 вызовов, 200, в общем, или таким же образом можно сделать компонент, который будет обращаться за JSON или XML файлом по HTTP, и также в цикле перечитывать его, постоянно находить новые строки для звонков и дальше обрабатывать их. Есть компонента, я про нее рассказывал, которая называется MakeCall. Вот она. Ей передаются параметры необходимые, от кого, кому. Простейший способ этого сделать Loop, и если условие вот здесь вот, извиняюсь, не тот компонент, компонент нам нужен Loop, и здесь MakeCall. Ну, соответственно, до тех пор, пока условие будет выполняться, звонки будут совершаться. Когда там данных нет, ну, звонки податятся обманутся. Следующий вопрос. Спасибо. Михаил, еще один вопрос. Возможно ли по завершению разговора публиковать запись разговора, к примеру, в CRM? Да, никаких трудностей нет, соответственно, вот как раз сейчас я сделаю новый проект, покажу, так, это я закрываю. Вот отчик, завершение вызова, то есть, вы можете здесь сделать, сколлекционировать данные какими-то компонентами вот здесь, в MindFlow. Ну, допустим, мы простейшие вещи сделаем переменную какую-нибудь назначим и потом эту переменную мы можем использовать при завершении вызова и ее передать куда-то постом или записать в базу данных. Это возможно. Есть еще вопросы? Михаил, пока вопросов нет, спасибо. Я думаю, мы можем продолжить с вашими примерами. Да, хорошо. Сейчас я открою один из примеров. Так, вот большой проект достаточно. Здесь как раз используется повторно используемый компонент, я немножко про них расскажу. Ну, начинается приложение с того, что записывается лог-файл, читается инициализационный файл и также парсится его контент на предмет заполнения базовыми значениями. Там, URL-ы, куда переводить вызовы и прочие разные параметры, которые в дальнейшем используются. Для отладки использована проверка не сотрудник или звонит, а не клиент. Это нужно для того, чтобы, так как приложение сложное весьма, сотрудники могли его тестировать и логика немножко отличается, когда странка вызов приходит или от сотрудника. Соответственно, устанавливаются уже данные тестовые в программировании. Это аналог переменном окружении, то есть development, production или testing. Соответственно, здесь тоже такие вещи возможны. В тестовом окружении поставляются тестовые данные. Дальше проверяется доступность внешнего сервиса, так как мы обращаемся к внешнему API, то неплохо было бы проверить, доступен ли он. Соответственно, мы туда посылаем запрос, если ответ приходит от API, мы уже начинаем обработку. Что за обработка? Первым делом спрашивает этот сервис, а кто вы такой? То есть человек, имеющий договор с провайдером на услуги интернет или телевидения, должен в номере ввести номер своего лицевого счета. от DTMF. Соответственно, вводится номер лицевого счета с количеством цифр от 5 до 5. Можно указать интервал между цифрами и, собственно говоря, отсинтезировать сообщение для того, чтобы человек мог ввести этот номер. Если он неправильно ввел или ввел с ошибкой, ему удается некоторое количество попыток и рассказки для того, чтобы он мог повторно это ввести. Он вводит. При условии, что input валит, мы продолжаем обработку. Если ввод невалидный, то мы уходим на другую ветку, где звонок переводится на оператор, я потом чуть ниже покажу. Делается запрос к базу данных, соответственно, расположенным там на внутреннем хосте. И оттуда получаются данные уже о клиенте. На всякий случай логируются эти данные и спрашивается имя. Для чего это нужно? Пользователей несколько в квартире, например, ребенок. И, соответственно, если он введет правильно номер договора, но он неуполномочен оплаты производить, то его переспросят, он ли он или нет. Есть два способа вводом ДТМФ или распознаванием речи. Если имя распознано правильно и соответствует тому номеру, запрашивается пин-код, как третья проверка, и идет проверка баланса. Это запрос к базе данных. Если запрос отрицательный, то есть нет такого пользователя опять же переводится на оператора. Если пользователь есть и данные говорят о том, что баланс у него недостаточный для продолжения пользования услуг, ему задается вопрос, а не хочет ли он произвести плату прямо сейчас. Соответственно, при этом производится проверка дополнительная, есть ли у этого пользователя возможность платить пластиковой картой. Например, у организации нет такой возможности и, соответственно, там только чеки принимаются или безналичные платежи. То есть вот как раз идет запрос, хочет ли человек оплатить. Тут указано, что оттолько до цифры да или нет. И если он согласен, то начинается обработка платежа. Что это такое? Используется компонента ввода кредитных карт, который содержит в себе номер, карты, срок действия и пин-код. Если все введено правильно, то запрос отправляется на пользовательскую компоненту. Для чего это сделано? Попыток несколько дается человеку на ввод, он может ошибиться в цифре, и не каждый раз нужно заполнять все те же самые переменные. Соответственно, я написал компоненту, которая проверяет валидность карты, делает запрос к стороннему сервису предоставлено банком на транзакцию и эта транзакция выполняется. Если транзакция успешна, то воспроизводится сообщение о том, что транзакция совершилась, все хорошо. Если не успешно, то соответственно все это дело закрывается. Также использованы некоторые дополнительные компоненты, которые воспроизводят цифры, допустим, которые человек ввел, или компонента sign by, она делает только одну функцию. Ей передается сообщение, которое нужно сказать, ну типа вы ошиблись в вводе, у вас количество попыток истекло, и вот она используется здесь. И вызов переводится куда-то дальше. Ну чтобы каждый раз этот код не писать, вот эти три компонента объединены в одну. Таким образом, когда попытки не закончились, прошла успешная транзакция, дальше проходит операция воспроизведения файла о том, что новый баланс такой-то, и собственно говоря, вызов завершается. Здесь воспроизводится, что новый баланс у вас такой-то, можете дальше услугами пользоваться. Вот таким образом сделана интеграция с несколькими системами сторонними, с базы данных получаются значения, сервис обработки транзакций используется для платежей, ну и собственно говоря, эта штука работает уже годами достаточно успешно. Еще один небольшой проект я делал, вот как раз я рассказывал про него автоматический переводчик, сейчас я его покажу. Входящий вызов поступает, опять же данные, которые необходимы для работы приложения и спрашивается на каком языке человек хочет разговаривать. Если человек хочет разговаривать на английском, то используются компоненты, которые отвечают за сотрудников колл-центра этого клиента. Если испанские, это испаноговорящие люди, которые хотят пользоваться услугами. Соответственно, я написал еще дополнительное бэкэнд приложение на Руби, которое умеет работать с базой данных. Есть вещи, которые проще сделать на внешнем сервисе и обращаться к нему, чем запросы писать, большое количество запросов на чистом SQL. Соответственно, я упростил себе работу, часть функций перенес во внешнее приложение. Тут мы делаем запросы. Кто позвонил, кого, назначается сессия, однозначно идентифицирующего этого звонящего. И вот как раз дело используется компонентом make call. Этот make call он непростой. Он делает вызов из очереди в очередь фактически. То есть связывает несколько очередей друг с другом. И сотрудник call-центра, находящийся в очереди на английском языке, для него это входящий звонок. Его спрашивают, вы готовы обработать вызов? Я сейчас покажу эту ветку. Если готов, то начинается автоматический цикл. В этом цикле обрабатывается время и событие. Событие это окончание разговора. То есть человек произносит фразу, секунда ждется и делается запрос на распознавание. И когда речь распознана, делается запрос на внешний сервис на перевод. Как только перевод получен, в базу записывается он и это сообщение может быть воспроизведено тому сотруднику, который на линии подключен к этому клиенту, который на испанском позвонил. И ситуация повторяется. Англоязычный сотрудник колл-центра говорит свою фразу, заканчивает ее, пауза, система понимает, что закончена, запись речь отправляет на перевод, речь синтезируется и воспроизводится именно тому, кто на испанском эту фразу сказал. И таким образом постоянно производится обмен синтезируемыми сообщениями, соответственно, человек говорит на испанском, а с ним сотрудник колл-центра работает на английском. Вот как бы основная задумка и способ реализации я вам вот рассказал. Михаил, большое спасибо. Да, действительно очень интересный сценарий. Я, пожалуй, задам один из вопросов. Александр спросил, вопрос, просьба, можно ли увидеть место в интерфейсе администрирования, где подключается к колл-фл-приложению? Конечно. Энтерпрайз NFR на хостинге 3CX. То есть как раз тот нюанс, о котором вы упоминали, где это должно быть загружено, то есть отдельный кнопки у фл-фл-нет. Сейчас к приложениям на хостинге 3CX, если вы будете любезно расширить экран, я покажу. Александр, вы могли бы поделиться с нами вашей хостинг-установкой 3CX? Тогда мы дадим вам права сейчас. Вы могли бы? Удобно. Александр, да, сейчас мы поделились правами ко-хоста, и вы могли бы поделиться вашим экраном. Да, пока Александр готовится и делится экраном, есть еще вопрос. Вопрос, есть ли в 3CX функционал Webhook для получения данных о звонках в реальном времени? Да, конечно. Сейчас я покажу. Вот этот компонент как раз и используется. HTTP-реквест. Соответственно, в момент вызова вы можете просто отправить... Что такое Webhook? Это просто маркетинговое название пост или GET-запросу в момент или по завершению вызова. Я думаю, что это было бы интересно увидеть. Вы могли бы поделиться? Да, сейчас, секунду. Давайте даже сделаем это дело. Да, было бы здорово. Вот, я делаю запрос. А мы не видим сейчас никакого экрана пока. Сейчас покажу экран. Одну секунду. Видно экран? Сейчас мы видим только ваше видео, но не экран пока. Одну секундочку, пожалуйста. Да, Александр, сообщите, как только вы будете готовы, тоже поделитесь с вашим экраном. И тогда мы сориентируемся по хостингу установки. Так, пока с экрана. Да, сейчас все видно. Коллеги, вам тоже видно? Отлично. Спасибо. Вот я, к примеру, беру переменную. Они, это caller 1 number. Это номер звонящего. И при звонке отправляю его на какой-то запрос, на какой-то хост. Давайте отправим на Google. Михаил, сейчас у вас был интерфейс от S3CX, а вы хотели поделиться с другим экраном, где call flow. Все, я понимаю, почему, в чем проблема. Александр говорит, что это он уже поделился своим экраном с хостинг-установкой. Нельзя одновременно два, да? Да, да. Давайте тогда его вопрос закончим. Хорошо. Александр, пожалуйста, поделитесь еще раз вашим интерфейсом от S3CX на хостинге 3CX. Так, а покрутите вниз, пожалуйста. Дополнительно нажмите раздел, а покажите лицензию, пожалуйста, потому что у вас похоже, главное нажмите, пожалуйста. Тут какая-то коллизия возникла, Елена, потому что лицензия позволяет, а пункт, как такового, здесь нет. Вам нужно, наверное, тогда вопрос техподдержки 3CX, почему это дело исчезло. Скажите, Михаил, а когда вы практиковали именно на хостинге 3CX создание Callflow? Когда была эта функция? Я практиковал. У одного из моих клиентов Callflow установлен на хостинге 3CX. Я ему сделал приложение, он его туда самостоятельно загрузил и запустил. Соответственно, не мной эти работы были произведены. Я просто скомплинированное приложение отдал им. Хорошо. Да, я как раз, поскольку я знаю, как сотрудник 3CX, что эта функция, она официально будет работать очень скоро. Но я думала, может быть, у вас есть какой-то способ загрузить. То есть официально она не поддерживается. Но я думала, что, может быть, есть у вас какой-то способ, как загружать на хостинг-установках Callflow. Может быть, путинца возникла, потому что он сказал, что хостинг 3CX, но на самом деле это мог быть другой хостинг, какой-нибудь Amazon или Google Cloud. Может быть, да. Может быть. Соответственно, этот вопрос нужно тогда компании 3CX решать. Да, Александр, тогда официальный ответ нет, на хостинге 3CX нельзя загрузить Callflow-приложение. Да, пока что, но скоро эта функция будет доступна. Если у вас хостинг какого-то частного провайдера, то это можно сделать, как Михаил уже сообщил. Давайте тогда я расширю экран. Да, спасибо, Михаил. Так, а вам надо тогда ему прекратить использование, да? Угу. Так, и я переключаюсь на свой экран. И здесь у нас, собственно говоря, компоненты, которые делают запрос. И потом, нам же надо с вызовом что-то сделать, просто передать хук. Это нехорошо. Будем считать, что мы переадресуем этот вызов на абонента и сейчас один. Так, да, заодно покажу, как это компилируется. Показывается номер, на котором приложение будет выполнено. Оно скомпилировалось. Теперь мы можем его загрузить. вот в папочке output появляется релиз. После того, как приложение скомпилировали, мы загрузим его на сервер. так, приложение загрузилось. И мы посмотрим, как это работает. Я уверен, что будет ошибка, потому что Google такой URL не понимает, но мы попробуем. Ну да, приложение сработало, и мы сейчас посмотрим логи. Мы отправили успешно вебхук, переадресовали, но Google нам сказал, что URL такой мы не понимаем, но вебхук сработал. Соответственно, когда будет ваш сайт и ваше приложение какое-то веб, оно туда уйдет. Есть еще вопросы какие-то? Да, коллеги, есть ли у вас еще вопросы? Если вопросов пока нет, да, но они могут быть, мы поделимся контактами Михаила. Вы можете обращаться на сайт Михаила. Если вы хотите посоветоваться по CallSlot Designer, задать ваш вопрос с михаиласточкин.рф. Если вам интересны видеоуроки, которые есть на английском, недоступны на YouTube-канале 3CX, и если вы хотели бы поделиться вашим опытом партнерским с партнерской сетью 3CX, пожалуйста, обращайтесь ко мне. Мои контактные данные вы знаете, да? Подписи к любому из моих писем. Михаил, я думаю, что вы могли бы тоже поделиться, если вы хотите, по вашими контактами в чате. Да, я попытаюсь в чат что-то написать. Может быть, сайт, если это будет полезно партнерам. Коллеги, большое вам спасибо, что присоединились сегодня. Запись вебинара обязательно будет на YouTube-канале Опиматика. Ну, и мы попросим также презентацию сайт написал. Да, Михаил поделился сейчас в чате. Сохраните, пожалуйста, себе эти контакты. Ну, и будем ждать запись вебинара на сайте компании Опиматика. Если у вас есть идеи вебинаров, вы хотите поделиться вашими идеями, пожалуйста, дайте знать. Это всегда полезно. Да, кстати говоря, сегодня, Михаил, и для вашего тоже сведения, и для сведения всех партнеров, сегодня была очень интересная картинка, да, сколько стран-участников были партнеры сегодня из Украины, Финляндии, Азербайджана, России, Армении, Узбекистана, Казахстана. И поэтому большое вам всем спасибо, что нашли время, присоединились. Вебинаров интересных будет больше, в том числе с вашей помощью. Пожалуйста, присоединяйтесь. Регистрация на вебинары есть у вас в портале партнеров, да, в разделе загрузки, маркетинг и набор по продажам. А также скоро начнется новый курс технических вебинаров от 3CX, новый курс сертификации, да, теперь будет не только новые три уровня, да, сертификации Basic, Intermediate и Advanced, но и новые, только два уровня, это Basic и Advanced. Пожалуйста, следите за письмами от 3CX, мы будем вас обязательно приглашать на новый курс, воркшоп от 3CX. Михаил, вам большое спасибо, у вас огромный опыт, уже более 30 лет, и, конечно, не только в сфере интеграции, да, компьютерных приложений с голосовыми, но еще и в других. Я думаю, если у вас тоже будет идея, чем еще поделиться, да, возможностями, раскрыть больше возможностей 3CX, мы рады вас видеть, большое вам спасибо. Спасибо всем коллегам. Всего доброго.